Масштабный проект реконструкции площади Конституции на слушаниях свелся к одному вопросу – быть или не быть памятнику Советской Украины на старом месте. Бурные обсуждения начались на улице перед зданием, где прошло обсуждение. В самом зале заседания накал страстей не ниже. Авторы проекта рассказывают о планах. Все фасады на площади Конституции отреставрируют и подсветят. На здании Университета искусств восстановят лепные украшения, которые были там до революции. Высадят новые деревья, разобьют клумбы, площадь вымосят плиткой. А вот памятник Советской Украины в архитектурный ансамбль не вписывается. Мол, место ему в районе Дворца культуры ХТЗ, а не среди зданий царской поры. Место, которое нашли, нашли, нашли архитекторы Харькова в Орджоникидзорском районе, оно в значительно большей степени стилистически, архитектурно соответствует и масштабу, и характеру этого памятника. Почему памятник нельзя оставить на прежнем месте – вопрос коммунистов. Еще четыре года назад их убедили, что памятник нужно перенести потому, что на площади радушу строить будут. Но теперь про новые здания никто не говорит. Тогда принималось во внимание, что планируется построить здесь радушу или здание мэрии. Сегодня этого нет. Не было решения официального о переносе памятника. Было решение о том, чтобы зарезервировать место в случае строительства здесь, на площади соответствующих сооружений, как я сказал. Председательствующий на слушаниях Сергей Чечельницкий в высказывании оппонентов никак не комментирует. Уверенно ведет обсуждение к финальному голосованию. Предложение чиновника рекомендовать исполкому принять проект реконструкции площади в том виде, в каком его предложили авторы. При голосовании за проголосовало 163 человека, против 52 человека, воздержались 5 человек. Принимается. Авторы проекта говорят, после того, как реконструкцию одобрит исполком, начнут подсчитывать стоимость работ. Пока же вопрос о том, во сколько Харькову обойдется очищение старейшей площади от советского наследия, остается открытым. Андрей Кравченко, Федор Угненко, Медиагруппа «Объектив».